Этим воскресным утром мы приехали в один из торговых центров Саратова, потому что здесь на протяжении всего дня будет проходить открытый Всероссийский чемпионат по брейк-дансу. Интересно, что среди организаторов этого мероприятия, помимо разнообразных школ по брейк-дансу, выступают саратовские коммунисты и Всероссийский женский союз «Надежда России». А вы скажите, почему именно коммунистами и Всероссийским женским союзом организовано это мероприятие, а почему именно брейк-данс? Брейк-данс – это составляющая уличной субкультуры. Это и спорт, это и танец, который не требует особых вложений. То есть не нужны костюмы, как в фигурном катании или в бальных танцах, и поэтому она доступна. Здесь очень много детей из интернатов, из детских домов, из неполных семей, из малоимущих семей, поэтому мы посчитали, что это наша прямая обязанность. А сколько у вас уже зарегистрировалось? Очень много. Больше 100 человек, порядка 150 уже. Вы будете танцевать? Я нет, мой ребенок будет танцевать. Мы когда-то с женой в молодости танцевали, сейчас мы уже старые стали для танца. Почему такие танцы? Почему не бачата, там, танго? Потому что это танец для сильных людей, а бачата, танго просто для души потанцевать. Вы приехали из другого города? Орел. Пригласили в топ-8, ну, ученика моего. Сегодня приехали с поезда сюда сразу, с Чебоксар. Мы встаем, приехали с Кочубеевки за тысячи километров сюда на фестиваль. Хотим сегодня показать класс. Цель любого бибоя, танцора, да, то есть развиваться. Соответственно, если ты не ездишь по фестивалям, то твое развитие немножечко тормозится. Сейчас здесь проходит отбор в различные номинации, а после обеда начнутся самые настоящие жаркие баттлы. Разминаешься? Да. Скажи, в какой номинации будешь участвовать? Генеоры. 14-17. А вы на голове крутитесь? Относительно, да. На голове шипер? Да. Я не кручу, не занимаюсь хэтспином. Вот, можно, я могу легко попросить своего ученика. А есть какие-нибудь секретики, как крутиться на голове, чтобы было не больно? Покупать крутые шапки, на которых пришита сетка, и внутри еще поролон. Тогда не больно, защита полная. Есть такие, кто крутится вообще без шапок, да? Да, конечно, есть такие люди, и как бы их очень много, это в основном профессионалы. Со временем у многих появляется такая проплешина, потому что луковицы отмирают со временем. Народу все больше, воздуха все меньше. Сейчас здесь действительно началась жара. Готовь? Зрители готовы! Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Нужно сказать, что победители БАДПО получат не только спонсорские, но и денежные призы. Для вас работали Юлия Нестеленко и Андрей Кривмалев. Смотрите открытый канал. Субтитры сделал DimaTorzok